В Благовещенске скоро состоится первый выпуск радиоведущих. Они обучаются в специальной школе проекта КИЦ ФМ. 15 ноября будет выпускной. На студии Светлана Нищадина, руководитель проекта КИЦ ФМ. Здравствуйте. И Анна Ружина, преподаватель курса мастерства радиоведущего, ведущая авторадио Благовещенской известной личности тоже. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот ваша школа скоро первый выпуск. 40 ребят поступило. Все ли продолжают обучение? Ну, так скажем, к сожалению, дошли не все до конца. По разным причинам не будем их указывать. То есть кому-то стало неинтересно, это тоже есть. С кем-то нам стало неинтересно, не без этого. Но все равно почти в полном составе 35 человек мы выпустим ребят. Ну, то есть ребята, у которых есть предрасположенность, интересы, да, то есть совпали, они вот как раз и доходят. А вот кто эти детки? Ведь может, вот сторонний наблюдатель может предположить, что это дети журналистов, например, да, или дети актеров, я не знаю, у которых есть вот какая-то база. Дети популярных телеведущих. У нас дети совершенно разные. Есть и дети парикмахеров, и дети телеведущих, и дети, наверное, просто каких-то инженеров, да, то есть совершенно разные. А для чего они учатся? Вот основная мотивация в чем? Кто-то для себя, кто-то, наверное, для того, чтобы стать телезвездой, да, или телезвездой радио. То есть есть такие. Ну, вообще, за последнее время профессия радиодиджея, как это сейчас модно говорить, она набирает большую популярность. Романтизм такой некий присутствует, да, вот меня там по радио могут услышать, в автомобиле едут, да. Многие, наверное, хотят стать успешными личностями, звездами, и поэтому в первую очередь у нас занимаются дети, которым интересно добиться какого-то успеха в жизни. Есть какие-то мифы, которые вот дети приходят и думают, что это вот такое, а он совсем не такой человек? Ребята думают, многие ребята думают, что это очень просто, что я сел, и я могу 2-3 часа сходу, да. Вот наша задача, и задача вот непосредственно Ани, объяснить и дать им понять, что это не так просто. Во-первых, дорогие мои дети, нужно засучить рукава, если ты хочешь стать хорошим радиоведущим. Это труд. Они все думают, что это так просто, и они сразу станут звездой. Им тексты приносят, да, и они уже готовы. Так вот такие тоже варианты есть. Они сразу думают обрести за счет этого популярность, и некоторые задирают нос, это все понятно, но в первую очередь это очень большой труд. И нужно от многого отказываться, много работать, и терпеть и критику, и учиться где-то на своих ошибках. Но тем не менее, те, кто справляется, есть такие ребята, в будущем они могут рассчитывать на то, что по истечении курса они могут получить приглашение на стажировку на Радио Китс. Давайте развеем миф уже для взрослых. Вот вы, радиоведущая, да, со стажем, вот сколько времени занимает ваша работа в эфире, и сколько подготовка, вот примерно день, да, вот к процентам отношений? В любом случае, радиоведущий, когда готовится к эфиру, ну вот наверняка вы же тоже сегодня готовились к эфиру с нами. Конечно. Вы подбирали какие-то вопросы, что-то читали, делали какие-то заготовки. Так же и ведущий, он просматривает ленту новостей, подбирает для себя какие-то темы, разговоры. И когда он уже приходит в эфир, он готов внутренне, морально. Причем не обязательно то, что ты вчера заготовила для эфира, это может дойти в эфир. То есть может возникнуть какой-то такой экспромт, и он ценится больше. Но тем не менее, я учу детей, чтобы они, во-первых, думали, учились выражать свою мысль, не расстраивались, если какая-то заготовка, «А, я подготовила праздник каждый день», а вот он вроде бы как не в тему. Ну, не расстраивались, что проведенное время заранее для подготовки того или иного вопроса сейчас, оно оказалось неуместным, тем не менее, это на будущее может пригодиться. Ну и, соответственно, если мы берем эфир в целом, то радиоведущий всегда должен быть готов. Нет такого час-два, сутки. Ты всегда должен быть готов. У нас был такой случай, когда дети пришли к нам на практику в школу, девочка в эфире была там 4-5 минут. Потом, да, подходит папа потом и говорит, да что это такое, мы полдня вчера готовились, а она вот 4-5, то есть мы даже не успеем. Я говорю, так в этом вот вся эфишка, понимаете, вы полдня готовились, зато как она эти 4 минуты там смотрелась в эфире. Но ведь у вас же помимо занятий тоже есть какая-то корпоративная такая, как такое движение. У нас вот на днях будет проходить мастер-класс, мы приглашаем известных людей города, медиа-сообщества. У нас, кстати, будет ваш коллега Алексей Воскобойников. Да, он серьезный. Да, что он наших ребят заразится вот этой энергией, своим творчеством, опытом и поделится чем-то с ними. А затем мы стараемся с ними выпускать стенгазеты. И мы это делаем своими руками, не компьютером, как это раньше. Мы клеим, ломастерами пишем. Творчество. Мы выпускаем там, к первому эфиры выпустили газету, к чему нас было еще посвящено. Все начинается впервые, да? То есть как они, просто мы их фотографируем, как они проходят обучение, из-за этого делаем газету, стараемся привлекать ребят для этого. Чтобы они учились жить в этом своем коллективе, жить с нами и понимать, что это тоже какой-то для них мир вот этот. Наверное, самое ценное это общение. Они нашли много новых друзей и познакомились непосредственно на занятиях. А представляете, как здорово, если ты не только нашел друга, с которым интересно общаться, но потом еще и вести эфир. Да. Ну вот у вас школа необычная и выпускной еще, я думаю, будет необычной. 15 ноября расскажите, что это будет. Вечернее платье, там вот этого не будет. Это будет праздник для ребят. Мы не будем сейчас раскрывать всех секретов. Но ребята, кроме того, что они получат документы о том, что они прошли обучение, у них будет сертификат о том, что они прослушали такой-то курс, в таком-то количестве. Без документов сейчас никуда. Да. То есть, ну, это уже подспорье куда-то именно в будущее. Ну, кроме этого, их ждут сюрпризы, подарки. Все-таки это первые наши выпуски. Мы постараемся сделать для них огромный хороший праздник. Мы привлечем наших постоянных ведущих, которые уже работают на радио. Они очень сами хотят, они хотят. И им очень интересно работать с этими ребятишками, с новыми. Ну, вот первый выпуск у вас состоится. Но вы уже, наверное, продумываете, как что-то поменять, может быть, адаптировать больше какой-то курс к детям. Изменения будут на будущее, скажем. Что последующие школы уже претерпят. Значит, мы хотим, во-первых, увеличить время обучения. Мы вот сейчас прошли этот курс и понимаем, что маловато времени. Нам хочется дать и больше курс родильного мастерства, больше журналистики, больше психологии. Но вот прям нам не хватило и для ребят журналистики. Они просят, поставьте нам еще уроки. У нас произойдут изменения возрастные. Мы будем отдельно набирать ребят 15, 16, 17 лет. Оказалось, что их очень много желающих. Они по возрасту не попали. Они не попали, да. Но им это интересно, и они хотят. Из них будет сделана отдельная вечерняя группа. И это ребята, которые будут уже, им, они идут в выбор профессии. То есть они хотят попробовать, стоит ли, например, в дальнейшем свою судьбу с этим связывать. Для них будет разработана отдельная программа. Совершенно отдельная. Я бы больше внимания еще уделила. Вообще нынешним ребятам очень повезло. Потому что, конечно, у нас на радио это больше слово, яркая картинка и так далее. Но сейчас школа радио КИЦФМ готовит ребят к тому, что радио не только говорит, но и показывает. У нас видеотрансляция есть. Каждый раз идет видеотрансляция. На вашем сайте. Конечно. То есть слушатели могут подключиться и, соответственно, увидеть своих любимцев, своих ведущих. И немаловажно, что, наверное, как раз курс телеведущего, как выглядеть перед камерой, как продолжать вести разговор. То есть уже здесь не покривляешься, когда камеры нет. Ну и кроме того, у них еще идет очень большое общение в интернете. То есть социальные сети. Есть обратная связь. Да, это большой скачок. То есть радио в интернете. Это тоже нужно уметь. Это тоже отдельный курс. То есть мы хотим прямо добавить, как нужно это делать. Как общаться в социальных сетях. То есть в рамках уроков психологии мы сейчас уделяли этому внимание. Но больше, то есть как реагировать. А оказалось, что некоторым нужно прямо обучить, как это делать. Что такое социальная сеть. Какие люди. Что туда стоит писать. Что туда не стоит. Это ведь дети. И у них будет в новой программе вот такой курс. И надо сказать, что мы постоянно с ними учимся. Да, Аня? То есть мы постоянно с детьми постигаем что-то новое. Эти же социальные сети, техника. То есть мы должны учить их всему. И учимся всему сами с ними. Мы больше учимся даже у них. Да. И с словечком, и с иконом, видеозвонок. Дети выпускаются. Что дальше? Я так понимаю, будет следующий набор. Вы уже определились, в каком формате он будет. Сколько человек, когда? Ну, количество человек мы увеличивать не будем, потому что это все-таки индивидуальная работа. Если набрать больше группы, мы не увидим тех звездочек, не уделим им внимания. Поэтому количество останется такой же в группе, будет не больше 10 человек. Если это дети, значит, 10-11 лет, их 10 человек. 12-13 лет, 10 человек. Здесь никаких изменений не будет. Изменения будут в программе, как мы уже сказали. Желающих очень много. И мы еще ждем, приглашаем ребят. А с этими ребятами, ну, с кем-то придется расстаться? Кто-то останется с нами, кто-то будет проходить. Ну, надо не расстраиваться, потому что в любом случае те плюсы эфирные и минусы, которые увидели сами ребята, родители, я думаю, и педагоги, они как раз показали результат. Может быть, кто-то для себя попробовал? Да, действительно, это мое. Я буду продолжать обучение дальше. Мне это интересно. Для кого-то мы открыли совершенно новый мир, и он уже будет знать, что нужно больше читать, как красиво выражать свои мысли. Надо больше учить стихотворения и рассказывать их вслух. Немаловажно то, что на радио уже они учатся говорить, плюс их еще показывают. А кроме того, нужно еще быстро уметь писать, излагать свои мысли в социальной институте. Работать с пультом, с микрофоном, с компьютером. Безусловно. Поэтому это очень большой багаж знаний, которые ребята смогут применить, если не в радиожурналистике, не в радиоведущем, то просто станут уверенными в себе, личностями. Вы знаете, я бы вашу школу назвала школой возможностей. Потому что здесь, здесь... Которые бы совпадали с вашими желаниями. Спасибо, что вы пришли. К нам в студию у нас в гостях были Светлана Несщадина, руководитель проекта КИДСФМ. Это детское радио в Благовещенске. И Анна Ружина, преподаватель курса «Мастерство радиоведущего». И мы говорили о том, что совсем скоро, буквально в этом месяце, в Благовещенске состоится первый выпуск первой школы радиоведущих детей. И планируется новый набор. Спасибо. Держим кулачки, что все пройдет успешно. Спасибо большое.